Уже в течение 7 лет команда Team Empire успешно сотрудничает с компанией Seagate. Немаленький срок, согласен с вами, за это время многое произошло. Участие и победы на многочисленных ивентах и турнирах. Тысячи часов тренировок и немоверное количество увлекательнейших историй от игроков, за которыми и стоит, по сути, все прошлое, настоящее и будущее команды. Поэтому в честь такой значимой даты, при поддержке компании Seagate, мы запускаем цикл видеороликов под названием «История Империи», где мы будем с вами не просто вспоминать, а окунемся с головой с теми, кто все это пережил, с настоящими и бывшими игроками Team Empire. Ну а сегодня у нас в гостях, точнее, мы в гостях у человека, который не так уж и давно состоял в команде Team Empire. Вместе с ним Империя заняла 9-12 место на De Manila Major, 5-6 место на Dota 2 Asia Championships 2017 и 2 место на Mr. Cat Europe Invitational. Да, я говорю о Ренате King Air Абдуллине. Здорово еще раз, типа делаем вид, что мы здороваемся в первый раз, хотя это уже какой-то бы. Обычный классический вопрос, который я задаю обычно всегда, когда начинаю интервью, и мне на самом деле самому очень интересно, это почему киберспорт, как ты попал в эту среду? Ну, ответ немного классический, за друзьями в компы, потом Одноклассник позвал меня на турнир в городе Петербурге, там 3 на 3 вроде было. Ну, поехали, проиграли все игры, заняли 7 место из 7 команд, 3-6 из 6, и потом в школе я говорил, что я топ-6 Санкт-Петербурга. Подожди, ты, получается, в школе на этот момент учился? Да. Это какой класс? 9 или 10. 9 или 10. И ты уже участвовал в турнире на этот момент? Ну, это такой турнир, городской LAN, и как бы некрупно там рублей по 500, наверное, с человека скидывались, и типа, что на скидывали, то призовой. Там, на том турнире был год, он очень круто играл, мне так показалось, да и, наверное, он реально хорошо очень играл, и меня это заинтересовало, типа, и начал следить уже более-менее за всей этой средой. Ну, смотри, а какая первая игра, скажем так, была, которая тебя прям подтолкнула на всю эту движуху? К началу вообще Dota не понравилась, если честно, когда я первый раз сыграл. Меня позвал друг такой, ну, го в Dota, такой, ну, го, играю-играю что-то, потом альта будешь и играю в героев, потому что как-то неплохо. Ну, потом со временем понравилось. Не, ну, блин, почему я не стал киберспортсменом? Меня друг позвал в Dota, и я такой, нет. Вот, и в итоге я сижу, как бы, перед тобой и разговариваю с тобой. Первый турнир, вы по 500 рублей скинулись, школьные годы и так далее. Что было дальше? Как ты дошел до Империи? Как так получилось, что ты в итоге стал игроком Team Empire? На ланчах познакомился там с ребятами, с какими-то, там собрали команду, играли-играли, и там, потом в команду получше, еще получше, еще получше. Как-то дошло до Империи. Но Империя, конечно, это первая такая прям суперсерьезная команда. Ну, то есть до этого у тебя не было других? Не, были команды, играли даже квала на Инт, там, с плейерами, потом играл еще где-то, еще где-то, потом элемент была команда, вот после элемента с какой-то небольшой перерывчик меня позвали в Империю. Я, конечно, согласился. Твои ощущения на тот момент? Ну, конечно, я был очень воодушевлен, скажем так, этим. Сколько, получается, ты за все это время пробыл в Империи? Ну, больше года. Больше года. Игра в команде, да, вот уже как профессиональный игрок, ты можешь сказать, что, допустим, за этот же год в Империи ты поднял свои навыки? Да, безусловно. Тебе больше всего было интересно продвигаться, потому что, допустим, я брал интервью до этого, и, грубо говоря, кто-то говорит, мне вот было там, я был игроком, но мне было интереснее больше, знаешь, управленческой деятельностью, быть менеджером там. Что было интересно для тебя больше всего на тот момент? Самое интересное, это было участвовать в турнирах, быть игроком. Я до Империи не ездил на какие-то крупные ланы, потом у нас была весна, как мы собрались, и у нас получилось, ну, нас пригласили на какой-то лан, там, как был предыдущий состав, поехали мы. И на этом лане мы сыграли неплохо, прям супер впечатлило то, как играется на лане. Чем это отличается, и вдохновило это меня, в общем. Первый спрос, который на вам приходит, это когда мы ездили на ESL в Маниле. Я там в отеле, ну, там было жарко, я забыл там кроссовки, потому что сходил в тапках в номере. Потом мы отобрались на Маниле-Мажор, поехали туда, и в конце я заехал в тот отель и забрал свою обувь. Это было довольно-таки прикольно. На обратном пути? Да, типа, по дороге. Типа, небольшой бонус такой, знаешь, что... Да, приятный бонус. Возможность забрать свою обувь. Ну, вообще, когда... Нет, они же должны были, типа, ее людей не сохранять, наверное. А там... Прошло время. А прошло немного, прошел месяц. Нет, ну, хочешь сказать, они, типа, месяц все это время хранили обувь? А у них там какой-то склад со забытыми вещами. А, то есть они их не выбрасывали? Да, то есть я там пошел на ресепшн, что-то по-английски попробовал им сказать, они меня попробовали понять. Потом часик искали, потому что я не помнил марку обуви. Я им рассказал, в том-то номере тогда-то синий-зеленого цвета. Дерзайте. Но и они нашли в итоге. Еще и шорты мне принесли. Оказывается, и шорты тоже забыл. Так что, двойная. Такая радость. И сейчас или никогда? Обратите. Батя! Очень многие, ну, не то чтобы прям все, но, типа, реально многие люди, они как бы делают акцент на то, что киберспорт это игры играми, деньги-деньги, деньгами, женщины-женщинами. Но самое крутое, это то, что поездки. По сути, ты же путешествуешь дофига. Потому что приезжаешь на разные турниры, соревнования и так далее. И, как бы, блин, ты вынужден путешествовать, при том по разным странам. Как тебе эта сторона? Это прикольно, конечно. Ну, мы, правда, в основном ездили в Азию. Это небольшой минус. Мы ездили там на 4 или 5 турниров. И два в Маниле, и два в Китае. И один на Украине. То есть пришлось, можно сказать, практически не так, чтобы много мест. Но прикольно, да. Из всех турниров, что были за вот твой год в Империи, какие тебе запомнились больше всего? Первый турнир, естественно, больше всего запомнился. Манила Мейджор. Ой, не Мейджор, а ESL Манила. Ну, и Манила Мейджор и Даг. Ну, это крупные очень турниры относительно. И, типа, они тоже запомнились. Окей, а самые запоминающиеся победы? Ага, просто в Сихритов на ESL. Что там было? Там на Рубике. Вы кончики. Ну, если самая яркая радость после победы, это, наверное, победа на квалах к мажору. Как проходили тренировки? Насколько это тяжко было? Насколько это тяжело? Тяжело? Нет, не всегда тяжело. Иногда просто слишком долго времени проводите вместе. Это страшно много темной идут. А было такое? Что прям дофига дней, 24 на 7, чисто в дойке, без возможности отдохнуть? Ну, как-то просто товарищи не особо хотят сами отдыхать. И ты, как бы, один никуда не пойдешь. И, типа, сидишь, тоже выбишься. Ну, да. Это немного тяжело. Вот, это тяжело. После игр иногда играем в карты. И, собственно, играем на то... Ну, короче, у нас был квест. Кто-то должен добить мяч вот отсюда, вот на ту крышу. Никого не получилось, к сожалению. Но, в общем, играли в карты на то, что вот пинает мяч кто-то, и проигравший карты идет за этим мячом. Ну, да. Было забавно, да. В общем, как-то раз... Сколько мячей у вас в итоге улетело туда? Три мяча минусанули, в итоге, которые не нашли. Один из мячей, кстати, пнули с ним... Ну, мы играем обычно ночью, чтобы... Если кто-то попалит, чтобы не орали. А если на тачку? Ну, надеемся, что не попадет. Да, ну да, типа, что Бог даст, то и будет. Знаешь, как в детстве, типа, бутылку кидаешь в воздух, и, типа, кому Бог пошлет? Вот из этой же категории. В общем, как-то раз один из мячей мы проиграли так, что, ну, типа, пнули в час ночи. Ну да. И оттуда мужской крик такой... Эээ, вы че? Ну, и этот мяч мы, собственно, даже не шли искать. Как ты можешь охарактеризовать свое развитие, как игрока в Империи? Ну, я могу в начальный этап сказать, типа... Ну да, как это все началось? Играли онлайн-турниры, там, Дремлигу, по-моему, и что-то еще такое. И потом узнали, что мы поедем на LAN ESL в Манилы. И собрались на буткемпе. Буткемп немного нас заимпровил, но сама поездка на LAN и наше выступление там, оно прям дало рывок команде. Потому что вот в онлайне мы играли так все, если честно говоря, посредственно, может, даже ниже среднего. Там что-то выиграли, что-то проигрывали. Потом поехали на LAN, хорошо там сыграли. Эта игра на LAN дала скачок. И моему, и нашему общему развитию, как команде, мне кажется. И каждому из игроков в отдельности заимпровило тоже. Когда ты вот увлекался киберспортом еще до Империи, самые твои кумиры главные, топ-1, за которыми ты следил и мог бы сказать, типа, вот, блин, я хотел равняться на этих ребят. Ну, сначала я играл на миде, на сайпе. И кумирами, наверное, был какой-нибудь Дэнди. Год, во, год. На него тоже пытался равняться. Скорее, даже Года не Дэнди. Потому что топил даже команду Года. Там, в М5 или где они, там, когда они прям все. За них топил, мы выиграли, наверное. А потом, когда на сайпе уже играть, то, наверное, ФВА какой-нибудь. Потом, прям реально круто играл, мне казалось, тогда. А, ну вот еще когда ездили на Манила Мейджор, мы там ходили, хотели сходить на Бои Карликов, потому что на ПКГ, вроде, сказал, типа, Бои Карликов, ха-ха, го, пойдем. Пошли. В итоге пришли в это заведение. Хотим зайти, не пускают Рамзеса. Там все внутрь по очереди позаходили, пообщались с менеджером. В итоге нам показали вот так. И мы с ними попрощались. Не получилось сходить на Бои Карликов. Я думаю, было бы круто, да. А он что, типа, у них какой-то... Возрастной, да-да-да. Какой ты можешь дать совет всем начинающим киберспортсменам? Сейчас я сейчас... Ну, наверное, ММР надо набить, но мне, на самом деле, я как попал, я попал в первую такую более-менее просилную команду, когда-то была М5. И, типа, попал, потому что я позвал Вову по ГГ. А с ними я познакомился на питерских ланах, как раз таки. Сейчас эти ланы профессиональные игроки не посещают. Я думаю, сейчас, наверное, реально всего попасть, это набить много-много ММР, что тебя забинтили. В конце нашего небольшого интервью мы с Ренатом размялись немного в настольный футбол, поскольку играть в настоящий и повторять историю с мячами на крыше нам не особо-то хотелось. После я, как обычно, попросил оставить его автограф для вас, ну и отправился обратно домой. И как для меня этот день получился весьма интересным, так и, надеюсь, для вас был таким же наш сегодняшний выпуск Истории Империи. Также напоминаю вам о том, что все автографы, что мы собираем у игроков, мы также разыграем в конце цикла среди подписчиков канала. Все, что нужно сделать вам, так это поставить лайк и сделать репост этого ролика. Ну и, само собой, подписаться на канал, если вы еще не сделали этого. Победитель будет выбран случайным образом и по итогу самолично получит весь сборник автографов. Ну а на этом наш выпуск подходит к концу и я прошу вас, пишите обязательно в комментариях, кого вы бы хотели видеть в дальнейших наших выпусках. Ну и да, да, спасибо большое за ваше внимание. А меня все так же зовут Семен, кстати, и всего доброго.